Ну, кроме того, есть какие-то новые люди, я с ними вообще никогда не общалась. Двух парней, которые я снимала сегодня в зале, один тренер, господи, Александр, он из Беларуси, прикольный такой парень, реально прикольный, я бы даже, может быть, с ним бы и трахнулась. Но я так не могу сказать, что это 100%, потому что бывает такое, что мне кажется, что я могу трахнуться, доходит до дела, и я его говорю, что не могу, и до свидания. Вот, он такой прикольный на самом деле, но он какой-то жутко весь закомплексованный, и поэтому вряд ли, конечно, у меня с ним случится какой-то интим. С другой стороны, может, и можно было бы. Но с ним точно не случится, потому что он просто испугается. Вот, Майлз, второй, который рассудил красивый парень на ступенях, это очень известный парень, известная такая модель, можно сказать, топ-модель мужская. Он американец, он живет в России, и он классный парень, у меня с ним были фотосессии. Мы с ним все время так вот общаемся, очень дружески, на одной волне. И он реально очень красивый парень, он просто образец мужской красоты. Мне сегодня очень многие девушки написали, какой он красивый, как он им нравится, но не мудрено, Майлз нравится всем, он просто не может не нравиться. Это как образец какой-то, эталон даже, скажем, мужской красоты. Так, как послать мужа, который периодически изменяет 20 лет вместе дети? Ну, вы просто конченая дура с мозгами мидии. Если вы живете 20 лет, и он вам изменяет, ну, вы просто дура. И мозги у вас от мидии, как минимум, да? От улитки, я не знаю, от дождевого червя. Продолжайте дальше жить в дерьме. Так. Главное, знаете, мне смешно, когда вот эти женщины, которые задают такие вопросы, они сочувствие, что ли, во мне ищут, ждут, да? Что они 20 лет в браке, им изменяют. И что? Да хоть ты 50 лет в браке. Ну, если ты овца, ну, пускай об тебя ноги вытирают. Пускай. Он тебе изменяет, а ты ему соси. Если он тебе еще доверяет. Ты нибудь рвешься, а он тебе ногой отпихивает. Говорит, пошла, сука старая, надоела. Но у вас же дети, как же детей-то лишить отца? Что ж дети-то будут делать? Косуха на мне. Какое мое образование? Образование первое, высшее, историческое, преподаватель философии, МГУ. Так, дальше. Сука, надо пить воды сто раз говорила. Сука, нужно денег для полного счастья. Слушайте, я не знаю, сколько мне нужно денег для полного счастья. У меня не так много денег, но я счастлива. Вот, потому что, вы понимаете, это очень-очень относительное понятие. Когда-то, может быть, у меня было в месяц, там, ну, был период, когда у меня было в месяц 50 тысяч, я была счастлива. Сейчас там у меня в месяц, ну, вот сейчас хороший сезон, а сейчас очень хороший сезон, там, 2-3 миллиона в месяц. Я тоже счастлива. Будет меньше, тоже буду счастлива. И, как бы, ну, есть какое-то количество денег, которое позволяет комфортно жить. Вот мне надо комфортно жить, да. То есть у меня хорошие квартиры, плюс еще, значит, 4. У меня сейчас 5, да, в Москве. Я лично путаю сейчас. Подождите. На Марьиной Роще трешка. Две купила на Павелецкой, на Ярославке сдаю это. 5 у меня сейчас квартир в Москве, да. Вот. Квартиры, да. Я себе могу позволить любую еду, любую одежду, пойти в любой ресторан. Могу себе позволить купить машину, потому что многие спрашивают. Для многих вот мерило богатство эта машина, да. Мне срать вообще на машину. Могу себе купить любую машину, она мне нахер не нужна. Вот. Потому что я не настолько бедна, чтобы у себя водителем работать. Но я, например, не могу себе позволить купить там яхту или там дом в Каннах. Да он мне и не нужен. Хотя, в общем-то, если бы напрягла и все вот это вот продала, то может и смогла бы. Ну, короче, это очень такой сложный вопрос. Так. Я тоже очень люблю истории, все, что с ней связано. Каждый день в зале тренируюсь. Не каждый. Город хотели бы посидеть. Как у вас дела? Знаю, что все хорошо. Переехала бы в другой город. Нет, никогда бы не переехала. Юра полетит с вами на Пхукет. Нет, Юра в этом году, скорее всего, не полетит. Как относитесь к Волочковой? Слушайте, очень часто вы меня спрашиваете, вы мне задаете вопросы, как я к кому отношусь. Во-первых, я вот одного не могу понять. Зачем вам нужно мое к кому-то отношение? Я это вообще не могу понять. Зачем вам нужно мое к кому-то отношение? Как я буду, как я буду, слушайте, относиться к Волочковой? Ну, Волочкова. Волочкова видела раз в жизни, показывала вам, да? Была, кстати, удивлена. Ну, не буду сейчас ничего о Волочкова говорить. Волочкова-то Волочкова, женщина, которая многого достигла в своей жизни. Все остальное никого не должно волновать. Знаете, есть такое очень хорошее выражение. А кого трахает чужое горе? Вот кого трахает Волочкова. Живет она прекрасно. У нее шикарный дом. Она зарабатывает бабки. У нее есть дочь. Ну, все хорошо. А если я скажу, что я к ней плохо отношусь, вы к ней будете хуже относиться? А если я скажу, что я к ней хорошо отношусь, вы к ней будете хорошо относиться? Мне вообще на них похеру, понимаете? Я вот ржу над многим. Я ржу над Рудковской. Потому что для меня Рудковская, это какая-то персона, это просто персона ржач. Вот реально она выглядит ржачно. Рудковская. Она постоянно в комплексах. Она вроде бы вся с ног до головы в каких-то брендах дорогущих. Она постоянно вся в комплексах, понимаете? Вот Рудковская. Ее этот фигурист, перебитый во всех местах, который никогда ни до чего не дотягивал, как бы он... Вот они, по-моему, сошлись, как два странных персонажа. Во-первых, они оба страшные внешне. Они прям как брат и сестра. Два страшных человека. И вот эти ее потуги, что-то там изобразить из себя, она бы, понимаете, она вроде бы как какой-то этот продюсер. Я вообще даже не верю, что она может быть продюсером, потому что продюсер, это человек уверенный в себе. А она абсолютно не уверена. Она на всех фото или видео. Вот я вот вижу в Телеграм периодически, да? В аккаунт мне ни разу в жизни не заходила. В Телеграм вижу, там публикуют ее какие-то фотки, ну, из ее Телеграм, из ее аккаунта. Блядь, какая-то вся зажатая, какая-то вся на нервах, что-то все тянется, что-то вся втягивает. Ну, вот смешно. Вот мне Рудковская смешна. А Волочкова, ну, есть Волочкова. Кстати, в среду пойду к Малахову на съемки передачи. Не была очень давно. Передачка прям по моей теме. Я решила сходить. Тем более днем. Вечером не люблю, днем схожу. Так что скоро увидите меня. Последний раз была в августе. Вот. Вот реально над ней ржу. А так вообще ко всем спокойно, равнодушно отношусь. Да. Вот сегодня опять же в Телеграм почитала, что у Бузовой какие-то там, ну, тоже никогда не заходила к ней, никогда не заходила к ней в аккаунт. Ну, в аккаунт когда-то заходила, в сторис ни разу в жизни у Бузовой не смотрела, что у нее какой-то роман с каким-то Вайнером, они там где-то целуются. Ну, слава Богу, что она там целуется с Вайнером. Единственное, что, знаете, смешно, вот что касается истории с Ольгой, вообще с уважением к ней отношусь, всегда говорила, молодец, многого давила, я Рудковской завидую. Чему? Чему я могу завидовать Рудковской? Такие смешные. Вот понимаете, вам нельзя высказывать свое мнение, потому что вы судите о себе с позиции, во-первых, обывателя, а во-вторых, с позиции человека с небольшим умом. Да? Потому что вам кажется, что вот если кто-то про кого-то что-то говорит, то он ему завидует. Ну, блин, ну как я... Зачем мне завидовать Рудковской? Вообще, вот кому я завидую? Из известных людей я вообще никому не завидую, потому что я вам хочу сказать, что вот известные люди все, вот поверьте мне, нет счастливых людей. Вот нет счастливых людей известных. Вот, поэтому я абсолютно равнодушно не могу позавидовать известным людям. Я завидую, во-первых, очень-очень сильно завидую своей дочери. Почему? Потому что моей дочери все и все похеру. Она никогда ни о ком не скучает, она никогда не парится, она никогда не переживает. Ей все абсолютно похеру. Вот. И поэтому я вот Яне... Я вот Яне очень-очень сильно завидую своей родной Яне. Потом, кому я еще завидую? Не знаю, конечно, бывает, что я завидую. Прям вот честно сказать, я даже не могу сказать, кому я завидую. Ну, например, у меня есть подруга Инна. У нее идеальная семья. Вот прям я хорошо знаю ее семью изнутри, вот, ну, я могу позавидовать ее семейной жизни. Вот. Ну, больше никому не могу сказать, что... Семья Джигановни, пишите, не может быть счастлива семья рэпера в плане настоящего счастья. Потому что по-любому любой рэпер изменяет. А жить с мужчиной, который изменяет, какие бы они не были богатые и так далее, невозможно, как бы, невозможно быть счастливой, когда тебе изменяют, сколько бы у тебя не было денег. Вот. Ну, в общем, короче говоря, вот так вот. Да, Яна абсолютно счастливый человек. Мне нравилось это имя, когда еще я была беременна, я знала, что я дочку назову Яной. Вот. Ну, вот про Бузову. Что хотел сказать? Смотрите, сейчас же выходит реалити-шоу, или уже вышло, где она, она и Батрудинов, по-моему, да? Батрудинов или нет? Они ищут, типа, жениха с мужем. Вот. Фу, жениха с мужем. Жениха с невестой. Они ищут. И вот это шоу только вышло, или только начнет выйти. То есть, типа, это реалити, мы должны верить, да? То есть, говорится, что, говорится, что они, ну, снимали все это летом, но это, типа, идет сейчас. И мы должны, девушки, которые там пишут, что они уверены, что рэпер не такой, он не изменяет. Конечно, вы правы. Сто процентов. А, уже вышло. То есть, типа, идет вот передача, и мы должны смотреть, и должны мы, вот, верить в то, что они, вот, кого-то ищут, хотят с кем-то, как бы, встречаться. А параллельно, она, вот, выкладывает какие-то сторис, как я увидела с Телеграма, вчера и сегодня, с каким-то мужиком. То есть, у нее, значит, есть какой-то мужик, а она, типа, в этом шоу ищет себе любовь. Ну, зачем так? Если ты, вот, как бы, в шоу снялась, получила за это большие деньги, ты хоть пока шоу идет, хоть пока, ну, помолчи, как бы, про этого своего нынешнего мужика. Вот это неправильно. Вот это странно. А так, вообще, как бы, личный помощник мне не требуется. Ни о чем не мечтаю. Просто скажу, браво. Про маму сто раз рассказывала, завтра маму вам покажу. Кем видите себя через 10 лет? Чувство усталости, конечно, бывает. Вы уверены, что будет не выйти замуж? Уверена. Снимите, пожалуйста, видео в ленту, где работаю. И так можно много зарабатывать, как полюбить себя. Сколько лет вы отдали спорту? Сколько лет отдала спорту? Говорила 150 раз. Тренируюсь уже 29 лет. Дальше. Какой прирост от Максима Галкина? Не могла понять. А, типа, вы имеете в виду отгива? Ну, кто-то, какое-то количество пришло, наверное. Я не могу. Ребята, секс Пугачева и Галкина я не буду обсуждать. Если у вас вообще в мозгах есть мысль, что у Пугачева и Галкина может быть секс, ну, значит, у вас непорядок с головой. Поэтому давайте не будем этой темы касаться, да? Давайте не будем. Так. Как относитесь к табате? К табате отношусь прекрасно. Говорила об этом много раз. И об этом у меня есть подробные посты. Вообще у меня все есть в постах. СЛ-ликбез. По вашим вопросам, как вы ели до тренировки, что вы ели после тренировки, сколько вам пить, сколько вам не пить. Видео с тренировками. Я в Инстаграм 6 лет. Я написала на эти темы десятки раз. Все есть. Все есть. Понимаете? Вот девушка спросила, для чего этот эфир цель. Я ее удалила, потому что я не понимаю этого тупого вопроса. Если не хочется ей просто меня послушать и мои ответы на ваши вопросы, то просто пошла ты нахуй, девочка. Хорошего тебе вечера. И она, естественно, удалена. Вот еще какой-то ОМОН 1194. Можете ли вы помочь? Могу помочь только хорошим советом, да? А хороший совет ОМОН заключается в том, что если тебе нужна помощь, иди скорее покончи жизнь самоубийством, да? Можно утопиться, повеситься, я не знаю, броситься там с крыши там десятого этажа. Только повыше заберись, иди повесись. Тебе нужна помощь постороннего человека. Все. Это лучший для тебя ответ. Дальше. Как ваша сестра заработала на дом? Блядь. Ну что вы за дебилы? Во-первых, дом не сестры, а моей подруги. Это раз. Который его мучительно продает и продать не может. Это два. Во-вторых, надо ли много ума, чтобы заработать, блядь, на какой-то дом? Меня вот поселив этот дом, еще давай мне каждый месяц по миллиону, я не вру сейчас, и скажите, мне вот скажите, живи в этом шикарном доме. Дом, правда, шикарный, очень красивый, с бассейнами, с душевыми, с хамамами, сто этажей. И давайте мне в месяц миллион, и скажите, живи в этом доме. И я откажусь, и от дома, и от миллиона. Поэтому вот ваше вот стремление и зависть к каким-то домам, опять же, это от небольшого ума все идет. Я понимаю, что вы, ну, многие живут вообще в таких условиях, что для вас вот эти вот какие-то атрибуты внешнего лоска, они просто клинят вас, клинят ваш мозг, и вам хочется, хочется домов, машин и так далее, и тому подобное. Слушайте, я не хочу передавать привет никаким Егорам, ни Черникиным, ни Хирикиным. Еще есть что-нибудь интересное? Вопрос от миллионка вы ставите как говно. От большой любви можно ли содержать мужчину? Нет, у меня нет линз, я не ношу линзы. Мои дорогие, ну, какая такая любовь? Ну, какие же вы дуры, блядь! Ну, вы такие дуры! Ну, вы поймите, вот у тебя большая любовь. На самом деле, у тебя не любовь. У тебя чешется влагалище. Тебе надо, чтобы тебя трахали, понимаешь? Вот тебе надо, чтобы тебя трахали, и ты вообразила, что ты его любишь. Так как, как бы, нормальный мужик на жизненном пути не попадается, попался какой-то нищеброд, который решил, ладно, буду эту овцу трахать, хер с ней, пока другая не попадется. И ты от большой любви, внимание, не от большой любви, а от того, что у тебя чешется, ты решила его содержать. Ну, что такое? Ну, что вы за дуры? Ну, что вы, блядь, за дуры? Сегодня еще, блин, вот сейчас я вам еще прочту, у меня сегодня было сообщение в директ, я просто охренела, вообще сказал, даже голосовым отправил этой девушке, сказал все, что я о ней думаю. Есть она у меня здесь? Есть. Здравствуйте, очень вас уважаю, очень нужен совет, если можно, анонимно, анонимно, не буду говорить, кто-то такая. живу с парнем, младше себя на 10 лет, мне 32, то есть ему 22, просто сопляк, да? У меня есть дочь от первого брака, 9 лет, он практически с ней не общается, а если общается, то очень строго, то есть 22-летний мудак, очень строго общается с ее 9-летней дочкой, очень строго, она ему позволяет. Дочь отличница, он помогает ей делать уроки тоже строго, в угол начал ставить, какой-то хуй с горы, 22 года, ставит в угол ее 9-летнюю дочь отличницу, это как, что в мозгах у этой бабы? Вот у такой бабы надо забрать ребенка и отдать его, блин, в хорошую страну на усыновление. Я не знаю, что мне делать, она его просто ненавидит уже, а он говорит, что она невоспитанная и неленивая. Дальше внимание, хотя сам не работает, всю семью содержу я. Блядь, что это? Он не работает, она его содержит, ему 22 и 32, он ее дочь чуть ли не пиздит, ставит в угол и говорит, что дочь ленивая. Вот после этого, вот после этого, как можно вообще считать женщин адекватными? Как? Кто эти бабы? Что у них в мозгах? Вас, не знаю, расстреливать, лишать материнства, вырезать клитор вам, клитор вырезать, чтобы, так вы будете же натрахаться, вам оргазм не нужен. Вам же просто нужно, чтобы был рядом мужик, и вам похер на свою девочку, прикиньте, девочка взрослая, 9 лет, и какой-то мудозвон ее унижает. Вы кто? Кто вы, животные? Я не могу вот этого слышать даже просто. Просто я этого не могу слышать. Вот просто я этого не могу ни слышать, ни читать. Да дело не в памперсах, вы тоже дура. Дело в том, что невозможно, чтобы какой-то мудак так обращался с твоим ребенком и вообще как-то обращался с твоим ребенком. Вот именно, что бедный ребенок. Так. Помогает ли плавание сбросить вес? Мои дорогие, сбросить вес помогает только дефицит калорий. Вы худеете только тогда, когда вы жрете меньше, а двигаетесь больше. А так никакой вид, ни плавание, ни бег, ни скачки на хуе сверху. Ничего не помогает сбросить вес. Главное, дефицит калорий. Ну и что касается плавания, мои дорогие. Плавание, это очень слабенькая нагрузка. Особенно так, как вы плаваете. От бортика к бортику, как говно в проруби. Если вы плаваете часа три без перерыва, со скоростью мастера спорта по плаванию и при этом ничего не жрете, то у вас получится сбросить вес. Я надеюсь, я полноценно ответила. Дальше. У вас грудь своя или сделанная? Естественно, у меня сделанная грудь. Господи, неужели непонятно? Естественно, грудь у меня сделанная, прекрасная, шикарная, очень-очень красивая. Завидуйте молча. А еще недавно, мне какая-то, значит, дура пишет директ. Когда я написала про Иру, что мы грудь разыгрываем, она мне, значит, пишет. Вам, значит, Ир, ваш доктор сделал плохо грудь. Вот у нас, вот у меня знакомый, и дальше фамилия одного армянского врача, я его знаю, вот он сделает шикарную грудь. Вы будете лежать, она у вас будет стоять, как два мяча. Для многих дур, опять же, которые накопили на грудь, для них шикарная грудь, это грудь, которая сразу видна, она сделана. Вот, торчит, блядь. Тут же дети, пошли дети тоже нахуй, потому что нечего им делать в моих эфирах. А если вы думаете, что дети, если вы думаете, что дети не смотрят порнуху в интернете, то вы очень сильно ошибаетесь. И демонстрация моей груди, даже без соска, ну, никаким образом не сделает детям хуже. Девочки поймут, что можно работать и зарабатывать на грудь и выглядеть прекрасно в моем возрасте. Я не обижаю армян. Как я обидел армян? Сказал, что доктор армянин? Это обида? То есть, обозначить национальность это армянин? Доктор армянин, я русская. Это как? В общем, я не понимаю ваших этих. У меня только сегодня, извините меня, от моего друга армянина был огромный подгон. Кучу продуктов мне привез Карен. Просто кучу, я охренела. Там целый джентльменский набор еды, и я все-таки пообещала с ним сходить в среду в кино. Вот. Слушайте, я не хочу быть никакой ведущей, ни на каких шоу, потому что все шоу это говношоу. Я могу сходить как эксперт туда раз в полгода, чтобы меня регионы посмотрели и порадовались. И мама очень любит, когда я к Малахову хожу. Так. Как справиться с трудностями на пути к успеху? Не бывает путь к успеху без трудностей. Поэтому, если хочешь успеха, надо справляться. грудь хочешь, выиграешь. Так, дальше. Ваше любимое блюдо безбашенный... Ладно, ребята. Ладно, слушайте, хватит, наверное, да? Очень много наговорила. Значит, смотрите, розыгрыша сегодня не будет, потому что маленькая активность. Суббота, завтра будет розыгрыш. И завтра разыграю костюм спортшик. Макс Мара колье очень красивая. и бьюти-бокс. Розыгрыш будет завтра. Потому что сегодня нормальные люди отдыхают, развлекаются, и это совершенно нормально. Я не знаю, кто такая... А, Елена Яковлевна какая-то актриса, что ли, у нас была? С чего бы я с ней дружила-то, скажите мне, пожалуйста. Я никак не могу понять. С какой бы радостью я бы дружила с Еленой Яковлевной? Ну, даже не хочу про какие-то бараны. Таких баранов у меня очень много. Иногда просто бывает, бараны ярко выражены, поэтому я про него написала. Все, мои хорошие, люблю вас, целую, обнимаю. Хорошего вам вечера. Веселитесь, отдыхайте. Схожу. Что люблю есть? Крабы сейчас буду есть. Мне банку крабов подогнали шикарную. Ирочка моя Василенко. Вот. Про розыгрыш уже все сказала. Давайте, отдыхайте. В Казахстане можно участвовать. Все можно участвовать. Я же вам уже говорила, что у меня в двух последних в двух последних моих гивах девочки из Украины из Украины выиграли грудь. Последняя Лена сделала, а перед Леной девочка взяла просто деньгами приз. Давайте, пока-пока. Люблю вас. Все-таки я красотка без фильтров и без косметики. Вот нереальная красотка. Просто нереальная. Пока.